В субботу Первой Седмицы Великого Поста по древнему обычаю, называемой Фёдоровской, в честь того, что Церковь совершает благодарственное празднование святого великомученику Фёдору Тирану, митрополит Саранский Мордовский в Арсенофе совершил Божественную Литургию в Свято-Фёдоровском Кафедральном Соборе Саранска. На Первой Седмице Великого Поста по традиции немало православных христиан, после сосредоточенной подготовки и исповеди, приступают ко святому причастию. Перед тем, как приобщиться к святым христовым тайнам, прихожане Фёдоровского собора столицы Мордовии выслушали проповедь игумена Фомы Василенко. Батюшка отметил, что главное условие для покоя нашей души – не отдых в человеческом понимании, порой даже недобрые дела, но христианские добродетели, главные из которых две. Часто замечаем, что питают свое тело, давая ему отдых, мы все равно не получаем себе покоя, внутри остается какая-то тревога, какое-то смущение. Почему же это происходит? Происходит из-за того, что мы не слушаемся Господа, который говорит нам, «Научитесь от меня, я как кроток, есть, не смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот главное условие, которое нужно для того, чтобы приобрести покой в душе. Это кротоси смирения. Как говорил преподобный Варсонове Великий, если душа христианина тоскует по чистоте, ищет душевного здоровья, то она должна постараться как можно лучше использовать это полезное для души время. Вот почему в православной традиции принято взаимное поздравление с соступлением поста, как времени, когда человек стремится к самой тесной связи с Богом. Постоянно нужно стремиться к тому, чтобы самым тесным образом быть в связи с Богом. А теснее, чем святое причастие, такой связи с Богом быть не может. Кто-то говорит, я могу молиться дома, я могу молиться еще как-то. Это, опять же, самообман и самооправдание. Возможно, это из-за лень происходит, или за каких-то людей причин, но тем не менее это неправильно. По окончании богослужения правящий архиерея митрополит Варсоновий обратился к горожанам с архипастерским словом, напомнив, что пост телесный ничего не значит без внутреннего духовного поста, который состоит из предохранения себя от страстей. Именно такой внутренний пост особенно приятен Богу. Не человек для субботы, а субботы для человека. Ему нужно превращать в другую субботу. Так вот и пост, можно сказать, не человек для поста от страстного, а поз для человека. Должно понимать, что когда постимся, нужно знать меру поста и значение ему для человека. А у нас это так, это возводится на фрицейский уровень, то есть начинать отсаживать комара, рассчитая все этикетки на хребе. И смотрим, нет ли там сухого молока, нет ли там как-то другого состарочного, только шерпкая смертница. Также Владыка предостерег от фарисейского духа постнического времени, вспомнив слова Спасителя о том, что фарисеи отсаживают комара и проглатывают верблюда. Ряда, какой человек стоит, и мы никогда не поможем, не долго слово не скажем, еще хуже осудим, и этого за грех не считают. Вот мы комара-то отсадили, вроде бы не съели молочное, да, а тут же совершили грех больше, чем это молоко. Поэтому мы должны правильно жеститься.